Польское общество является относительно однородным, этнически и религиозно. Свыше 97% определяют свою национальность как польское, а 90% населения являются католиками. Польский язык также един для всей страны, хотя в некоторых регионах существуют свои диалекты. Несмотря на такую однородность, у поляков много разнообразных региональных традиций, обычаев, культурных особенностей, а иногда даже своих особенных черт характера. Выделяют также несколько десятков региональных народных костюмов. Население восточной Польши говорит с песенным акцентом, более привязанных к природе и сельскому хозяйству. Несмотря на то, что восточные регионы самые бедные, исследования показывают, что именно там проживает самое большое количество счастливых людей. Также на востоке больше всего тех, кто исповедует православие. В Подляском регионе есть несколько поселений, где проживают потомки польских татар, которые обосновались на этих территориях еще в Средневековье. Это маленькая группа, исповедующая ислам, поэтому там можно увидеть деревянные мечети, часто окрашенные в зеленый цвет. На территории Гданьского поморья проживает народность Кашубы. У них своя давняя история и богатая культура. Кашубы очень гордятся своим языком, единственным в Польше, который признан региональным языком, как диалект польского. В Польше на Кашубском разговаривают свыше 100 тысяч человек. Существует также радио и телевидение, вещающие на этом языке. На самом юге страны, в горном регионе, Подхалье, проживает народ, называемый гуральцами. Гуральцы – люди гор, которые известны своей предприимчивостью, сильными связями с традициями и своими песнями, для исполнения которых необходимы сильные вокальные данные. Культура подхальянских гуральцев очень оригинальна и богата обычаями. Для сегодняшнего дня многие гуральцы носят национальные костюмы, и не только по праздникам. Шерстяные штаны, кожаный головной убор, шапка с небольшими краями и традиционный топорик – это характерные элементы гуральского костюма. В польской армии существуют подхальянские стрелковые подразделения с интересными мундирами. Диалект и специфический акцент гуральцев распознаваем во всей Польше. В регионе Верхняя Селезия проживает население, называемое селестцами. Несмотря на то, что в разное время Селезия принадлежала разным государствам и королевствам, селестцы очень хорошо сохранили свою национальную идентичность. В Верхней Селезии с XIX века сильно развилась горнодобывающая промышленность. По этой причине горные легенды и традиции проникли в культуру этого региона. В День Святой Барбары, покровительницы тяжелого труда и шахтеров, в Селезии организовываются праздничные мероприятия и шествия духовых оркестров. У селестцев тоже есть свой специфический диалект, в котором много слов, заимствованных из немецкого и чешского языков. В других частях Польши тоже есть интересные региональные обычаи. Регионы отличаются и характером своих жителей. Например, о жителях Кракова говорят, что они неторопливы, спокойны и не любят перемен. В свою очередь жителей Познани и Великой Польши считают очень трудолюбивыми, предприимчивыми, любящими порядок и чистоту. Западные регионы Польши, которые перешли к ней после завершения Второй мировой войны, заселены потомками переселенцев с разных частей страны. Также имеют характерный след немецкой культуры. Вступление Польши в Евросоюз и открытие границ способствовало установлению интенсивных контактов с Германией и Чехией. Сейчас все больше немцев приезжает на отдых и за покупками в Польшу. Поляки, в свою очередь, все чаще работают и покупают недвижимость по ту сторону польско-немецкой границы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова